Всем привет! Продолжаем наш мини-сериал мифы о Калашникове и Калашникове. Сегодня у нас такая горячая тема, немножко эксклюзивная, собственно говоря, патент на автомат Калашникова. Значит, оппоненты, кстати, люди не знаете, говорят, ну хорошо, Калашников изобрел автомат, а где его патент? Почему? Если это что-то новое, где подтверждение этого патента? У Браунинга 120 патентов, у Манлихера тоже толстая пачка, где патенты Михаила Тимофеевича и Калашникова покажите нам, или мы вам не поверим. Вот, ребята, патенты есть. У Михаила Тимофеевича к началу работы на дорожном уже имелось несколько авторских свидетельств. Напомню, что в СССР, поскольку там была специфика авторского права, в СССР выдавались авторские свидетельства, когда человек работал на государство за государственные деньги. То есть, собственность интеллектуальная принадлежала государству, а авторское свидетельство утверждало, что такое-то полезное изобретение совершили те и иные люди. И, соответственно, в случае внедрения этого изобретения, они на основании этого авторского свидетельства имеют право на вознаграждение. Это может быть какое-то небольшое вознаграждение, если ценность изобретения невелика, это может быть государственная премия, медали и так далее. И т.е. утверждалось авторство конкретных людей. И вот, значит, что касается автомата Калашникова, то имеется совершенно конкретное авторское свидетельство, номер 13360 с приоритетом от 4 апреля 1950 года. Правда, на авторском листе этого свидетельства написано, что выдано оно Михаилу Тимофеевичу Калашникову на основании заявки номер 9022 СС и не более того. Что про что, непонятно, поскольку авторское свидетельство засекреченное, остается. Ну, собственно, в тот момент все было секретно, автомат Калашникова сам рассекретили официально только в 1955 году. И мне еще смогут спросить, а как ты докажешь, что это именно на автомат Калашникова авторское свидетельство, а не на что-то другое. Так вот, как выяснилось, в том же 1955 году вместе с автоматом рассекретили и заявку, поданную на изобретение под названием автомат. Эта заявка была направлена в архивы артиллерийского музея, и вот сейчас любой желающий может посмотреть на экран и прочесть совершенно недвусмысленно, что заявлялось в заявке, на что было выдано авторское свидетельство, фактически эквивалент патента. Это именно что? Автомат Калашникова со всеми его основными особенностями. Где совершенно русским по белому утверждается, что именно это Михаил Тимофеевич и изобрел. Имелось еще значительное количество патентов, авторских свидетельств, выданных Михаилу Тимофеевичу Калашникову на разные образцы, в том числе и в сотрудничестве с другими людьми, в том числе, скажем, авторское свидетельство от 1955 года на изделие АК, которое покрывает как раз облегченный автомат Калашникова, образца 1955 года, также известный как АК-тип-3. Собственно говоря, вопрос с патентом на автомат Калашникова можно считать закрытым. Вот есть авторское свидетельство, есть заявка с совершенно четким описанием автомата, и написано, кто это изобрел. Господа, вот, пожалуйста, тема закрыта. Значит, на вопрос, а что, где патент, вот он. Вот авторское свидетельство Михаила Тимофеевича Калашникова на автомат. На этом, значит, сегодняшнее видео заканчиваем. Ну, возможно, будет еще в разбор. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, подписывайтесь на мой блог. Ссылка внизу. Надеюсь, вам было интересно. Всего хорошего и до новых встреч.